Добрый вечер, дорогие друзья! Рада вас приветствовать и спасибо, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Артемюк и от лица Библиотеки иностранной литературы, Центра славянских культур, Болгарского культурного института в Москве я рада представить наш проект, который называется «Поэты читают поэтов». И сегодня у нас уже вторая встреча с замечательным поэтом Глебом Шульпиковым. Он здесь в студии и мы благодарим вас, Глеб, что вы сумели принять участие в таком замечательном проекте. Добрый вечер! Добрый вечер! И также у нас в студии замечательный человек, эксперт Болгарского культурного института, кандидат искусствознания, драматург, преподаватель и много-много интересных профессий. Это Майя Промотарова. Также Майя – идейный вдохновитель, организатор нашего большого проекта, в который вошел и поэтический марафон по знакомству с современной болгарской поэзией. Мы проводим еще большой-большой проект, он рассчитан на несколько месяцев, который называется «Болгарские сезоны в иностранке». Я, наверное, передам слово Майе для того, чтобы она вот сейчас всех заразила своей любовью и знаниями к болгарской культуре и немножко нам рассказала вот про сам проект «Поэты читают поэтов». Спасибо, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, и спасибо, что вы с нами. Мне кажется, что в наше постпандемическое время поэзия оказалась самой живым мостом между людьми, между поэтами, между переводчиками, просто между людьми, которые любят читать ее. И это мы почувствовали сразу, когда начали в мае большую серию поэтических марафонов. Продолжили ее такой встречи с Евгением Харитоновым, который в июне уже прочитал свои переводы нескольких поэтов. И вот сегодня я исключительно рада сказать привет Глебу Шульпакову и заочно Марии Лепесковой. Что представляет наш марафон? Это Глеб, прекрасный поэт, писатель, драматург, прочитает свои переводы стихов Лепесковой. А заочно вы услышите, как мы сделали запись ее переводов. Наше знакомство с Глебом началось три года назад. А почему я так это хорошо знаю? Потому что вот, наверное, я покажу на весь экран книжку, которую вы видите, которая называется «Письма Якубу», мне подарена с автографом в 2017 году, когда я еще не знала, что у нас будут такие поэтические марафоны. Но зато я хорошо знала уже поэзию Глеба. И, может быть, стоит напомнить его первые книги со стихами. И щелчок, и желудь, и письма Якубу. Письма этой птицы с библейским именем Якуб. Я еще один раз покажу книжку, потому что она очень хорошо издана на болгарский язык и иллюстрирована таким моим соимянником, хотя и не родственником, Борисом Промотаровым. Глеб, насколько мне известно, не знает лично Лепескову, но это ничуть не мешает наше высокотехнологическое время их общению. И когда она перевела его стихи, он тоже перевел маленькую коллекцию. Чтобы коротко ее представить, у нее тоже несколько поэтических книг по следам Мадлен, Хиросима моя, Несъемка, которая номинирована на призы. Оба поэта имеют достаточно много призов, и они не только переводят, скажем, с болгарского на русский и наоборот, а вот Глеб переводится английского на русский язык. У него замечательная коллекция переводов стихов Теда Хьюза, а Мария Лепескова переводит стихи таких поэтов, как Бродский. И действительно у нас замечательный такой дуэт. И, наверное, стоит сказать, что вы в конце сегодняшней презентации увидите маленький ролик, который проиллюстрирован фотографиями Глеба. Такая разносторонняя личность. Может быть, кто-то знает его как писателя, романиста. Начинал он с книгой Синана, и, по-моему, у него пять романов. А может быть, кто-то знает его как драматурга. Мы сегодня до начала встречи с ним говорили о Пушкине в Америке и даже вспоминали, что существует такая традиция говорить о Пушкине или рисовать Пушкина за границей, куда он так и не побывал. Слава Богу, Глеб побывал в Америке, в разные страны, не только переводил поэзию этих стран, в том числе и в Болгарии. Я надеюсь, что этот поэтический мост будет еще новым вызовом к другим встречам и переводам болгарской поэзии. Потому что я чуть-чуть сделаю маленькое отклонение. Именно стихи в переводе поэта, как я использую выражение Глеба, позволяет услышать голос поэта на другом языке. Вот буквально два дня назад ушла из жизни фелиминально болгарская поэта и за сценарист, писатель Мириана Башева. И когда мне хотелось показать моим русским друзьям ее стихи, я нашла ее в переводе Татьяны Бэк. Никто, как поэт, не может почувствовать так хорошо поэта. Спасибо, Глеб, за то, что ты сегодня с нами. Спасибо. Да, действительно, спасибо, Майя, за прекрасное представление из серии. Но мне кажется, было бы сейчас логично послушать Глеба Шульпикова. И у нас было заявлено, что он прочтет стихи современной болгарской поэтессы Марией Лепестковой. Вот, может быть, тогда, Глеб, вы расскажете немножко про то, как вы познакомились с Марией, что в вашей поэзии общего или, наоборот, разного, но вас вот привлекло? Ну, давайте, да. Удивительно, что мы не виделись никогда вживую ни разу. И до сих пор я не могу помнить, как же эта встреча заочная даже состоялась. Я подозреваю, что лет 10 назад я был в Болгарии на поэтическом фестивале. Мне кажется, этому способствовал Георгий Борисов, редактор журнала «Факел». И вот это было как раз то время, когда вышла моя книжка «Письма Якубу». И я, наверное, с ней и поехал в Болгарию. И там что-то читал из нее, дарил ее, оставлял. И вот как-то она попала к Марии. И потом уже просто она мне написала и сказала, что ей нравятся эти стихи, она будет их переводить. А потом вышла и книжка. Вот, да. Ну, правильно, мне кажется, ударение стать письма Якубу. Все-таки он сидит, этот попугай, в Стамбуле. И вот по-турецки, по-мусульмански они зовут Якова Якуба. Это такой попугай в гостинице «Лондра» в Стамбуле. Знаменитая старейшая, одна из старых гостиниц напротив «Пера Палас», где останавливались все знаменитые европейские писатели, и актеры, и актрисы. И этот попугай, когда я пытался выяснить, сколько ему лет, позвали старика, который чистил обувь напротив гостиницы. Старик сказал, что он, когда был маленький, этот попугай здесь уже сидел и был неимоверно стар. Из чего я сделал вывод, что этот попугай видел и Хемингуэя, и Грету Гарба, и кого только он не перевидал, и что только он не перевидал за свои эти сто с лишним лет, вот жалко рассказать, рассказать не может. Так была бы интересная история. И все-таки болгарский язык для русского уха не совсем чужой, надо признаться. И переводить было интересно стихи Марии, и, может быть, проще, чем с какого-то другого языка. Во-первых, потому что Мария знает русский, как вы догадались, да, и любой вопрос можно ей задать, она объяснит, что и как. Ну, а во-вторых, сам язык, в общем, во многом схож и подсказывает тебе сам какие-то решения. У Марии мне очень нравятся яркие зрительные именно образы, и то, что через наглядные образы, иногда бытовые, она пытается передать философию. То есть это стихи философские. Я вообще считаю, что современная лирика, да, она прирастает именно философией. Это стихи, это такое размышление в образах, образное размышление. О чем размышление? Ну, наверное, о бытии. Ну, форма познания, я это так называю. Современная поэзия. Да и любая другая, наверное, и всегда поэзия была формой познания. С некоторыми, наверное, отклонениями в какую-то чистую лирику, может быть, в любовную лирику. Но сейчас, поскольку эти сферы, любовные лирики, интимные лирики или эпоса, они отходят к визуальным искусствам, повествовательная поэзия, тоже ведь все отжимает у нас понемножку телевидение, кинематограф, интернет. Но мне кажется, это и хорошо, что поэзия, наконец, может сконцентрироваться на том, чем ей, собственно, и написано на роду заниматься. У меня вопрос. Спасибо большое. Ну, для меня замечательно, что столькими разными жанрами занимаетесь. И когда вы пишете свои романы, вы пишете только роман или, скажем, повторниками пишете пьесы? Как это у вас перекличка с жанрами происходит? Ну, это все происходит параллельно. Где-то здесь складываются в стопочку стихи, потому что после каждого стихотворения написано, ты не уверен, напишешь ли ты еще что-то, и не было ли оно последнего. Это каждый раз всегда кот в мешке. Дальше может ничего не быть. Гарантий никаких, я хочу сказать, нет. Ну, вот так они появляются, когда где-то они... Роман или что, вот я сейчас пишу книгу о батюшкове. Ну, это работа. Очень приятная, классная работа по собиранию материала, по размышлению над этим материалом. Потом ты садишься, начинаешь это все оформлять в какой-то текст. И это идет как-то совершенно работа параллельно. Пьеса, ну, пьесы вообще как-то случались со мной катастрофически, неожиданно и непрошенно и незванно. Первые пьесы, которые я писал, вообще я писал по заказу театра Маяковского. Как, собственно, и происходить должно, да, театр. Вот ему интересно, режиссеру какая-то тема, какой-то автор или какая-то проблема. И вот он заказывает пьесу под конкретных актеров уже. И это отдельное удовольствие, да, знать, распределять по телефону с режиссером, кто из артистов, кого будет. Уже представлять, как они будут произносить эти монологи. Уже смеяться даже от того, как в воображении они играют. И представлять, как это будет классно, когда выйдут на сцену. Но здесь ты пишешь пьесу, которую тебя просят писать. А вот для себя, да, я написал Пушкину в Америке пьесу о том, как Пушкин все-таки сбежал из-под венца в последний момент. И покатился по свету и в Польше он, и в Стамбуле он, и в Лондоне, и в Париже. И потом уезжает, с последнего письма из Глазба он уезжает в Америку, да, открывать новую страну. А другая моя пьеса «Батюшков не болен». Я много-много лет, с 90-х годов подступаюсь к «Батюшку». То есть я не знал, что к нему подступаюсь. Но он меня держит в своем поле зрения довольно давно. Когда в 92-м году я зашел на лекцию к Эдуарду Бабаеву. И он так рассказывал о «Батюшках», что с тех пор «Батюшков» во мне поселился. И раз в 10 лет как-то проявляет себя. То я напишу эссе о нем, то вдруг вот эту пьесу, там действие происходит в сумасшедшем доме, где «Батюшков» лечился 4 года безрезультатно. Пьеса на двоих, он и доктор. Кто кого перехитрит. Больной хочет чего? Больной хочет выйти из дурдома. А для этого ему нужно изобразить здорового. А он болен. А доктор хочет задержать больного, потому что ему интересен любопытный психиатрический случай, случай психиатрии. И вот они пытаются друг друга переиграть. И это тоже все как-то параллельно существует. Нет такого, что по вторникам стихия, по средам. Это, конечно, была шутка. Скажи, пожалуйста, когда театр Маяковского взял свою пьесу, это что произошло? Они буквально весь текст поставили так, как был написан? Или уже театр перемолол, перекрутил, сделал вдруг какую-то свою сценическую версию пьесы? Ну, в основном текст-то весь остался. Но что-то мы дорабатывали с режиссером по телефону просто. Или встречаясь там где-то. Когда ты уже монтируешь спектакль, появляются какие-то сцены уже из того материала, который есть, рождаются иногда у режиссера. Режиссер же не видит. От и до прям, мне кажется, весь спектакль. Что-то вдруг возникает. И Таня Ахрамкова мне могла позвонить. Говорит, слушай, а давай вот здесь придумаем. Пусть у нас будет аллюзия на Леонардо да Винчи. Дай ему что-нибудь порассуждать об искусстве. Ну, ради бога, с удовольствием. Вот только так. Нет, никакого такого насилия, что вот этого не будет, а мы сюда вставим что-то совершенно со стороны. Не было. И вообще это театр делать полюбовный должно быть. Тогда что-то получится. И еще последний, может быть, вопрос. И там возможность Кате задать вопросы. Как состоялось общение с Кристофером Маккессоном, который переводил уже стихи на английский язык, и, насколько мне известно, не только перевел, а и там были призы за лучшие переводы. Ну, он сделал две книги, и они были опубликованы в американском издательстве «Канариум», которая специализируется на поэзии современной. И поразительно, что встретились-то мы через лет 15, после того как познакомились, ну, заочно. Уже вышли две книги вот эти вот. Мы уже по интернету, там из моих комментариев к стихам можно составить отдельную книжку. Он, вот, как хорошо, когда поэт и переводчик имеют какой-то один общий язык, да. Переводчик пишет тебе и спрашивает, что ты здесь имел в виду? Потому что переводчик должен знать всю подноготную, да. Вот откуда этот образ родился, тогда он подберет. Потому что там иначе случаются такие ляпы, да. У меня там в небе качается белый налив, он не знал, что такое белый налив и решил. В общем, там с этими яблоками началась какая-то отдельная история, которой у меня уже не было. И вот это все нужно было объяснять. И познакомились мы только в Гонконге, потому что он давно переехал работать в Гонконг и пригласил меня туда на фестиваль. И я его там впервые увидел, хотя мы прожили с ним две книги и знали, казалось бы, все друг о друге. Но я все равно не представлял такое. И, как всегда, это оказалось совершенно не то, что я представлял себе, а еще лучше. А книга номинировалась, есть в Америке такая премия Best Translated Book Award за лучшую переводную книгу. Она была в коротком листе. Здорово, спасибо. Но так как к нашему просмотру присоединяются все больше и больше зрителей и участников, разрешите, пожалуйста, Глеб и Майя еще раз представить вас для тех, кто не успел к самому началу. Еще раз повторюсь, у нас сегодня в гостях замечательный поэт, переводчик, автор романов и пьес Глеб Шульпиков и эксперт Болгарского культурного института, драматург, кандидат искусствоведения Майя Промотарова. Мы сегодня говорим о современной болгарской поэзии, которую Глеб переводил. И хотели бы с помощью вот этой встречи погрузиться в современную болгарскую поэзию и в современную русскую поэзию. То есть у нас последует дальше после нашей беседы замечательное видео, где Глеб представит свои переводы болгарской поэтессы Марии. А она, в свою очередь, переводила стихи Глеба Шульпикова и прочтет их сама на болгарском языке. Соответственно, будут переводы. Так вот, позвольте еще рассказать немножко про нашего сегодняшнего героя. Это автор книг, стихотворений «Щелчок», «Желудь», «Письма Якубу», «Семить», сборник путевых... Самить. Да-да-да, извините, Самить. Сборник путевых очерков «Персона Граппа», «Дятюшкин Сон», «Общество любителей Агаты Кристы», «Город Йо», автор романов, книга «Синана», «Цунами», «Восточная трилогия», «Музей имени Данте» ну и так далее. И вот сейчас мы говорили про то, что Глеба переводили на английский язык, да, и вот всевозможные истории. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, после того, как немножко мы еще раз представили и Марию, и вас. Есть ли какая-то особенность современной болгарской поэзии? Есть ли какие-то отличия? Сложно мне сказать. Дело в том, что я небольшой специалист в этой области, и не могу вот так вот дать ответ исчерпывающий. Стихи, которые я у Мари взял для перевода, ведь как выбираешь стихи для перевода? То, что тебе близко. Я много посмотрел, она прислала мне много стихов, но вот эти вот как-то во мне откликнулись. Я же не филолог и не специалист литературовед. Да и я читатель, в первую очередь, стихов, да, а как читатели мы все читаем то, что у нас как-то откликается. Если мы возьмем какого-то другого поэта, он отберет у Марии совершенно другие стихи и покажет этого поэта с какой-то еще, может быть, стороны. Потому что все равно один перевод, перевод одного человека не исчерпывает одного поэта. Как вы знаете, переводить продолжают и Шекспира, несмотря на... Совершенно верно. Несмотря на столетие, да, и все равно какие-то грани продолжают открываться. Да, вот я пишу книгу о батюшках, и казалось бы, ну там про всех все известно, все написано. Каждый шаг не то, что Пушкина, там, Жуковского, Вяземского вроде бы зафиксировано. Хотя нет, вот Жуковского полное собрание сочинений и писем только-в-только выходит. 15-й том вот только сейчас вышел. И в этих книгах еще можно долго и долго изучать. И вот удивительно, да, все равно находишь что-то, что совершенно тебя задевает заживое. И эти люди, чем глубже ты вникаешь в обстоятельства их жизни, тем они как-то вот живее становятся. И отсюда я именно вот это удовольствие отработан над такой книгой. Потому что у тебя в собеседниках, в общем, золотой век русской поэзии, и не хочется заканчивать книгу, а хочется с ними подольше не расставаться. Это вот так я отвечу про болгарскую поэзию. На самом деле я хотел поговорить о библиотеке иностранной литературы, потому что не то, что поговорить, а сказать какие-то слова, свои благодарности. Вот почему. Потому что в 90-х годах, в начале 90-х, когда еще интернета не было, я проводил очень много времени в этой библиотеке, потому что мои любимые поэты, они находились в книгах, а книги находились в иностранке. Тогда, в общем, особенно было не купить, ну, разве что там накачал его в магазине, да, на Малой Никитской иностранные книжки. Но поэтов там не сильно много, они не представлены были. И поэтому свои первые переводы я начинал именно с ксероксов в иностранке. Ты берешь эту книжку и идешь, делаешь ксероксы нужных тебе страничек, там Томас Сэрнс, Эллиот, Стоппорт, Оден, Йейтс. Все это я переводил для новой юности, для журналов, которым я до сих пор и рассотрудничаю с которым уже 20 с лишним лет. И когда я начал переводить Джойса, я наткнулся на такую маленькую его вещицу, Джакомо Джойс. Она уже была переведена, но это никогда не должно смущать переводчика. Ты переводишь впервые, для тебя никого не существовало. У этого текста для тебя никого не было. Я увидел Джакомо Джойс, маленький-маленький такой его, я бы сказал, что это стихотворение в прозе. И мне не очень понравился перевод, который существовал, и я вот сделал свой перевод, потому что вещь очень музыкальная, а то был такой все-таки немножко тяжеловатый перевод. И я помню, что с этим переводом я отправился к Екатерине Юрьевне Гениевой. И она написала предисловие маленькое к этому переводу, которое и было тогда в 90-м, каком-то там, в 4-м году, может быть, в 5-м, опубликовано в новой юности. Поэтому вот моя деятельность переводческая, она в том числе и из иностранки растет. И мне очень, кстати, весело думать, что мой сын Петя, он ходит сейчас на курсы немецкого, вот туда же. Я ему рассказываю и мотивирую его, что это, в общем-то, целая уже преемственность. Я хотела бы дополнить, что в новой юности, большое спасибо тоже, но я хочу напомнить, что в новой юности, насколько мне известно, опубликованы Марией Лепестковой переводы. Да, да, именно там я их и опубликовал. И хочу еще раз напомнить, что в этой книжке уже переводы самой Марии, и это издательство, вот русское, видимо, и болгарское издание, и это издательство Сон, такое очень хорошее издательство, которое не только подбирает замечательных авторов и переводчиков, и великолепных художников. И когда зашла речь об иллюстрации, хотела бы спросить Глеба, наш ролик с переводами Марии Лепестковой и Глеба Шульпякова, иллюстрированные его фотографиями. Которые мы сегодня обязательно увидим. Да, конечно. Вот когда началась эта любовь к фотографии? Я думаю, это тянется с художественной школы, в которую я был отдан родителями еще школьникам. Пятый, шестой, седьмой класс, может быть, попозже, я проводил два раза в неделю за Мольбертом, и вы знаете, совсем не из-под палки, как потом выяснилось, потому что когда я отучился там эти 4-5 лет, я еще по собственной воле приходил туда, уже не будучи учеником, а выпускником, и мне учительница с удовольствием разрешала взять Мольберт, хочешь порисовать, вот порисуй. Осталась эта удивительная привычка. Я вот сейчас не могу себя представить, чтобы вот я пошел, взял Мольберт, просто ради удовольствия. Мне это доставляло колоссальное удовольствие. Это ведь форма медитации какой-то, рисование. Ну, а потом какой-то первый фотоаппарат. Это все потому, что я путешествовал много. Был у меня период такой, лет 10-15, наверное, там, с конца... Ну, вот как границы открыли. Да, ведь мы же в детстве росли в полной уверенности, что мы никогда не увидим мир, никогда не прочитаем этих поэтов, потому что, ну, железный занавес, он и есть железный занавес. Мой папа ни разу не был за границей, хотя мечтал бы. Да, вот, может быть, я за него и наверстываю. И с тех пор я очень-то стал много ездить, путешествовать. Каждый раз это какой-то был выбор непредсказуемый. Я потом, только постфактум, начинаю понимать, почему я, допустим, поехал в Иран или в Баку там, или еще куда-то. И там, конечно, нужна камера, чтобы это вот все фиксировать. Хотя более точное предположение я все-таки сделаю, когда я писал книгу Синана, это книга об османском архитекторе 16 века, который построил все вот эти знаменитые мечети, и Аю Софию он реконструировал, ну, не реконструировал, а укреплял. Она все-таки, как ее построили, она с того момента начала разваливаться, потому что это огромное сооружение, тяжелое, и идут века, и все это оседает, плющится, и вот в 16 веке это нужно было укреплять. И вот эти по бокам массивные контрафорсы, которые, конечно, немножко искажают ее рисунок этого храма. Это строил Синан только для того, чтобы она не развалилась, не расползлась. И там мне в путешествие по Турции, я ездил, просто смотрел, где он строил. Это было целое бюро, масштабно строили, бюро делало эскизы, и по этим эскизам он мог и не видеть мечети, которые там в Крыму где-то построили, по его чертежам. И там, конечно, нужно было фотографировать, потому что я планировал, может быть, и не только написать книгу, может быть, какой-то иллюстративный материал, в общем, мне нужен был, да и вообще, чтобы перед глазами, когда потом работаешь, держать и интерьеры, и сами эти сооружения. Вот тогда я много фотографировал. Да, ну это еще пленка была. Ну вот, я думаю, да, это все связано с путешествием. Да. Уже как-то сразу захотелось пропутешествовать, как-то нас надолго покрыли. Да. Ну, а тебе я хочу сказать, что то, что вы увидите, сейчас, через несколько минут, это действительно удивительное видение и поэтического слова, и Глеба, и Марии, и удивительное видение кадров, фотографии, фотографии Глеба Шульпикова, которые послужили иллюстрациями к нашему видеоролику. Вот, я напомню, что у нас сейчас презентация «Поэты читают поэтов», где мы знакомим зрителей современной болгарской поэзии. С нами эксперт Болгарского культурного института Майя Промотарова. И, может быть, пока у нас есть еще несколько минут, да, до уже нашего видео, где мы как раз увидим и услышим двух замечательных поэтов наших. Майечка, расскажи про третью встречу. Спасибо. У нас это действительно вторая встреча «Поэты читают поэтов». И уже в августе 19-го мы вас снова ждем, и чтобы послушать вместе переводы Надежды Кондаковой, поэта Бойко-Ломбовского, великолепного поэта, русского воспитанника. Он учился в литературном институте. Они, по-моему, хорошие друзья. И я думаю, что, как сегодня Глеб правильно сказал, именно через дружбу и знакомство мы услышим аутентичный голос Бойко-Ломбовского в переводе Надежды Кондаковой. Будьте с нами. Большое спасибо. Еще раз рады, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами. Я думаю, видео на экран, где вы услышите поэзию Глеба Шульпикова, нашего российского поэта-переводчика, и Марии, болгарской поэтессы. Спасибо. Внимание на экран. Приятного просмотра. Жизнь как смертельное оружие Может быть черно-белой, как стихотворение о женщинах, которые отражаются в черных очках от солнца над плоскими тенями зимнего Петербурга, Ноги в туфлях, словно в черных ножнах, Черные взмахи черных рук. Они проникают за пределы сада, Пределы мира Со скоростью оглушительного выстрела. Как прежде. Все остается как прежде, Как ожидания, притаившиеся в углах тела, Распростертого по закоулкам сознания. Несчастного, Словно квартиросъемщик, Который поспешно складывает в угол вещи, А сам забивается в другой, Прокладывая по полу руками невидимый тоннель, Куда провалится, когда заснет его тело, Отвердевшее, Словно этот слог, который после меня остался. Откровение. Когда небо истончается, Видно птиц, Которые лежат в своих могилах, Как в гнездах. Алиса. Она стоит перед зеркалом, Как Алиса, В красном платье. Ее огромные туфли, Похожи на английские корабли, Плывущие в Индию. Когда-нибудь все на свете И исчезнет под водой проливных дождей, И говорит она, Кролич и мртом так трудно изобразить улыбко. Писма до Якоб След това устроява ви елица или гръм, В зависимост от сезона. Всъщност, човекът с ведрото Просто преминава от един дом в друг И остава същия. Плоезията расте от нищото. Да вземем картината, Окачена срещу прозореца, По-точно момента, Когато върху стената Се появява сянка На дърво, Което расте навън. Картината е неизменна, Въпреки, че реката нарисува на тече, А сянката напротив, Ту е невидима, то не е, В зависимост от облаците, И полека-легка обхваща реката. Неподвизна е само стената, Доколкото тя не се вижда И това, което е върху нея. Стиховете, задвиженията, покоя, Обекта, субекта, Изкуството и живота Не говоря за прозореца. Така ще си останат ненаписани. Отвътре моята стена мълчи, От този край на стената гори, Пенер или прозорец без стори, Не се вижда добре от тук. Слушам само скърцането на камените, Които се приближават все по-плътно до мен. Стената с себе си говори, Мълчи стената, Ясна очва. Мен живее сляб и мрачен скърбей, Скрит в празната кутия, Под кибритените клечки, Сграпова повърхност от хитин, Избутъщи кръчета, Смен му е уютно и немое тясно. С години книгата за слепи, Четей джоба на старото полто, Което са преместили отдавна. Моят стих Сляб като птица сред вятъра, Облепен с пера, Чужди имена, Като вкус в устата, Който ми е непознат, С вечното притърсване по сеговете, Търсейки края на времето, Колко много бъдеще има там И колко ми е студен в него. Търсейки края на времето,